Всем огромный привет! И сегодня мы поговорим с вами про картины великого советского художника Владимира Серова. Он художник с самыми большими титулами в мире художников. Титул «Народный художник СССР 1958», академик АХ СССР 54-го, член-корреспондент 47-го, лауреат двух сталинских премий 1948-го и 1951-го года, первосекретарь правления Союза художников РСФСР 96-го и 1968-го года, советский живописец, график, педагог, президент Академии художеств СССР 62-68-го, работа Серова в школьных учебниках, на открытках, марках и других. Ему доверяли рисовать Ленина, а обычным художникам это было запрещено. Работал и как карикатурист. Шары и карикатуры считаются высшим искусством среди коллекционеров и арт-дилеров. На 10 миллионов российских художников всего 10 знаменитых шаржистов. Графика — это вдохновение, живопись. Картины маслом — это ремесло. Картины маслом рисуются по полгода. На острее его пера знакомые и незнакомые лица, литературные персонажи, отрицательные типажи. В его мемориальном музее хранятся шаржи и юмористические рисунки. Рассмотрим одну из картин с военной тематикой под названием «Въезд Александра Невского в Псков после ледового побоища». Выглядит она вот так. Всю войну Владимир Александрович провел в плакатном Ленинграде. Возглавлял Ленинградское отделение союза художников. Входил в объединение «Боевой карандаш» и даже создавал антифашистские плакаты, листовки, иллюстрировал ленинградские газеты. Не забывают художник и о живописи. В этот период будут написаны полотна о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и историческое полотно «Литовое побоище». Нужно сказать, что художник еще в студенческие свои годы исправ для себя монументальную историческую живопись, а революция и люди революции стали излюбленными объектами творчества Серова. Всю свою жизнь Владимир Александрович будет писать Ленина. Это не конъюнктурный интерес, а глубокое желание понять масштаб личности вождя революции, личность человека и ее влияние на историю. Вот, например, картина выступления Ленина на Втором Всероссийском съезде Советов имеет вот такой внешний вид. Еще один жанр, в котором Серов показал свои незаурядные способности, это агитационно-политический плакат. В эпоху соцреализма плакату отводилось очень большое значение как способу наглядно продемонстрировать цели социалистического переустройства страны и призывавшего населения принимать в этом непосредственном переустройстве самое активное участие. Это доказывает один из лучших его плакатов, на котором написано «Верный долгу и честь края, защищая свои с отцами и братьями, вместе идут ленинградки в бои». Выглядит он вот так. Ну вот, мы и рассмотрели лучшие работы Серова, которые прекрасно показывают, в каком стиле он работал и каким гениальным мастером был. Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее, Государственном центральном музее современной истории России, Центральном музее вооруженных сил, Российско-национальной библиотеке, Ростовском художественном музее, музее имени Бродского-Пердянский, Пензенской областной картинной галереи имени Совицкого, Тверском Чувашском государственном художественном музее, Тверском Чувашском государственном художественном музее и других региональных музеях. Ну вот, мы и обсудили его самые популярные работы, из которых можно легко обозначить, в каком стиле работал этот непревзойдённый художник. Напоминаю, что это видео было сделано специально для сайта пост.су. Всем хорошего настроения и всем пока!